так всем привет сегодня такой маленький из машины шо вам это видео ездили в центр едем назад а тут такие заторы в центре города прикидывайте везде бастуют коло этого самого конгресса пособирали по навозили забастовщиков которые на автобусе по привозили их на автобусах подавали им там чуть заплатили плакаты в руки они там ходят бродят чет кричат тут же видел учителя там еще отдельно ходили с детьми кричали а здесь вот бастуют молодые врачи которые только по заканчивали и начинают вот ну типа такого грубо выражаясь зарплату да хотят зарплату поют песни шо эта зарплата и ну в общем ни на что не хватает такими словами да они мягко сказано да это так переводе на нормальный язык на таки фашинам не хватает зарплаты вот смотри чё тут у нас театр ламос оконтар ментея амфитеат а потом такие пробки одуренные чем-то ради мы же круги тут нарезаем нарезаем как проехать 3 часа ждали да ну она немножко сегодня это под задержалась в общем после того как много было ну да ну я же влюблю за наши этот такой врач который не может просто выписать рецепты все и кого-то что-то надо делать соответственно не по 15 минут их рассчитану в системе в прошлый раз вообще без талончика приходил помнишь если тебя там инфекция завелась без талончика должна принять поэтому половина людей так что посмотрим поможет ли в этот раз мне эта штука или нет ну будем смотри поможет надеюсь что да да это кориентес кориентес мы до новой де хулио едем до этого до столба я хотела скажу что они театр на кориентес это не театр да вот смотри ваш театр вот альварес альвеар астралия сразу за ним а мы тут покоренцы кстати не не снимали еще искали снимали так что за одной поснимаешь я тогда поеду новой де хулио и там в нем уже и поедем проверку по автописне сегодня у нас обещает 25 градусов тепла на завтра обещает 32 градуса тепла потом обещают грозы и упадет сразу до 16 на один день 8 случая днем 16 утром 8 да и потом снова начнет подниматься до этого самого до 25 приблизительно то есть температура такая весенняя весенняя может смениться вот 32 и потом может через день быть 16 вечером 32 утром 8 вечером опять 16 да да то есть такое все вот совсем как бы весенняя погода так что там едем в центр и в центр а и а а и и и а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Приходят до этих букв, с той стороны все потрофируются. Там написано Б.А. Буэнос-Айрес. Это как раз центр. А с той стороны столб, с той стороны. Обелиск, Лень. Обелиск. А, часики, часики шуми какие. Ага. Да? Крутенькие. Три часа дня уже? Наверное. Ага. Если они идут правильно, то наверное... А вы ехали в 11 здесь дома, да? Ага. В 11. Ну вот так день и проходит. Три, пока приедем, четыре, пока приготовить покушать. Вон, становится прямо в очередь, попотрофироваться около Б.А. Как я и говорил, с той стороны, видишь, ты приходит, попотрофироваться туристы. Ага. Мы сейчас проедем по Моеве-де-Хулио, вот этой вот авените. И я... Так, кстати, чтобы не забыть, включить свет надо, потому что я выскочу прямо на городскую автописту и поедем по городской автописте. Так нам будет быстрее. То есть в городе у нас существуют тоже автописты, не только авениты. Вот, я потому по центру держусь, потому что сейчас вот еще несколько этих... О, деревья поломаны, и вспомнил, поломало сегодня где-то в Кориентесе. Да, в Кориентесе был такой шторм, что повалило деревья, и там около какого-то клуба спортивного, там машины стояли, их заваливало деревьями, там поразбивало. Две-три машины разбило таким большими. То есть шторм был большой, ну не шторм, а буря. Шторм, то есть на воде. Была большая, так что у нас тоже говорят, послезавтра будет гроза, и вот, наверное, тоже что-то будет такого стиля. Некоторый город прошел, большой город прошел в некоторых областях, в смысле, в провинциях, в некоторых не областях, получается. Ну, уже скоро все тут расцветает, лопача уже цветет, жакаранда, конечно, еще нет, но уже больше и больше все в городе расцветает. В следующем месяце. Делин уже вообще полно, да, в следующем месяце будет вообще красиво именно по природе, в Буэнос-Аарисе будет очень красиво. И сейчас, кстати, можем, будем ехать мимо Виижи, ну, в смысле, я понимаю, что Виижа никому не нужна, но просто, что у нас все так перемешано, что вот, ну, Эвэ де Хулио, тут же выскакаешь на автописту, и тут же и Виижа под низом под автопистой торчит, и все подряд намешано. Виижа – это бедный район. Да, бедный район такой, типа, был самострой, сейчас его там чуть-чуть оккупировали, как бы, да, самозахват земель, самострой и такие. Все время грозилось правительству, что оно, ну, как бы, вот, Виижа снесет. Ну, и всех, кто родился, никогда, никто после того, как приходил к власти, ни разу не трогал их. Это шо, лекторат? Да, потому что это, как бы, народ. А тем более, куда их девать? Куда людей? Да, и еще и выгони их с центра города. Они живет тут в центре города и неплохо чувствуют, зачем им вот это, какой-то ехать там в глушь Мухосранск. О, смотри, Палео Парачо вот это, еще, ну, пух с него летит. Ага. Есть у нас такие деревья, они, как хлопок на них, такой пух, как вот у хлопка. Так, все, включил, включил. Не забываем, да, что в городе можно ездить без свету, но на всех дорогах, говорите, не за городом и по автобистам, даже если они городские, обязательно с включенным светом. Штрафы очень большие, смотрите, чтобы у вас не было такого, что лампочка перегорела. Вы не думайте, что если у вас лампочка перегорела, то вам штраф не дадут сказать, и там вам только что сгорело. Нет, это им только на руку. Сгорело, значит, получите 1060 штрафов и быстренько будете знать, что еще надо лампочки 400 по свозить и сразу останавливаться менять. В некоторых провинциях насчет этого только и ждут. Вот уже я автописта, а вот справа-слева это вижу, ну, визжа, Тринитаюна, 31-я. Ну, да, я так попробую показать. Ой, шмотки сушатся и бачки, и как бы, что попало. Не удивлюсь, если еще тут майнингом занимаются каких-нибудь биткоинов, если вижу. Так а что, я вам, они к столбу подключатся и все. Ну, да, они что, вечно со столбов чего попало, вот такие, отгребают свет, как их тут. Кстати, сейчас уже им начали, так что ж у меня все время, пальцы лезут. А вот правительство, смотри, какой им домики пытаются построить. Вон, видишь, сзади белые. А раскрасили прямо как на боке цветными домики, которые поближе выходят к дороге. Видишь, их цветными понакрашивали. Ну, если так показывать, может быть видно, что против солнца. Вот так вот, смотрите, вот ним понакрашивали как. Чтоб красивее к дороге было, чтоб ни одни штаны сушились. Вот, а еще какие-то цвета были. Так быстро едешь, оно все так быстро выглядит. Я не быстро еду, я еду в 60, ну, такое кажется, сейчас поедем в 100. Вот тут, на этом участке можно только 80, а вот после вот эти оплаты за дорогу, можно 100. Этим мы и займемся сейчас. Оплату за дорогу проедем. Знаете, да, кто в Буэнос-Айресе ездит, вот эти все надо иметь телепассы на стекло приклеенную, как говорят, эту, чип такой. Телепассы у тебя здесь. Да, да. Чип такой. И вот написано, зеленые стрелки, написано телепассы. Проезжаешь, сканирует чип, снимает это. Если ты чипа не имеешь в Буэнос-Айресе, и будешь платить наличкой, то в два раза дороже, чем снимается. Потому что ты задерживаешь, как бы, и за это наказание в два раза дороже наличкой. Так что не всегда наличкой дешевле. Наличкой может быть дороже. Потому что, вот, видите, с чипом просто проехал. Не останавливаясь. А наличкой это надо доставать, начинать оператору деньги считать. А работнику зарплату? Да, да. А налоги за него платить? Ну, в общем, в два раза дороже наличкой проехал. А судебные иски всякие не решать. Короче. Так, все, тут теперь сон. Теперь поедем. Так что такие пробки были. Света, решила записать. Когда я покажу, какие, ну, типа, тразит у пробки. Такое, это, как раз и рассосалось. Пока телефон взял. Ну, да. Сейчас уже более-менее. Так, сейчас мы в Мариевера поедем. Сейчас уже уедем с этого. С этой автописной. Там-то не заторы были. Тори автопоски. Тут, там, трохи. Шутова, Света, еще что-то. Все, уезжаем с автописной. Через мостик. Кстати, в последнее время на стадионе концерт за концертом. Футбол за футболом. Вообще нет никакой передышки. Когда был этот период коронавируса, помнишь? Два года. Ничего не было. Ни футбола, ни концерта. Вообще ничего. Потому что мы рядом. Ну, как рядом? Не рядом, но... Ну, слышно, хорошо. А вот когда последний концерт был, то... Слова может и разобрать, но музыку, да, разобрать. Крики, стрельбище. Особенно, если там начинает салют и всякие пускать. Хорошо случилось. А если футбол, так вообще можно телек не смотреть. Если наши... И у нас ривер кричит гол, ну, в смысле, в нашем районе. Это значит, ривер выиграет. Если ривер матюкает, а орет весь наш район, это значит, риверу забили. Ну, кстати, тоже футбол. Мы вот по этой ехали с тобой в том месте сейчас. Ну, а вот и стадион. Впереди полная машина набитая, едет каких-то... Ребят явно не из Буэнос-Айреса, они из какого-то пригорода приехали. Они так тянутся, так это самое, крадутся, как будто вот они из Буэнос-Айреса первый раз. Может, люди вчера права получили. Да, и напихал целую машину зрителей, чтобы вчера права получил. Это просто он приехал где-то с пригорода. И вот как города сильно не знают, потому так крадутся. Потому что знаки рассматривают сильно. Как правило, я сам так езжу, если я в чужой город попадаю, и там, ну, как бы, не знаю, дороги, то, конечно, ты по всем знакам пока пузырь, и все, ты крадешься. Чтобы понять, куда тебе ехать.